Доброго времени суток, дорогие телезрители! В эфире телеканала НВК Саха, передача про авто 14, где мы поднимаем темы и разбираем вопросы, которые касаются безопасности дорожного движения. В студии работает Руслан Ачиров. В течение следующих 25 минут вас ждет много интересной и полезной информации. Итак, в сегодняшнем выпуске. Статистика происшествий. Что случилось на дорогах республики за последнюю неделю? Обязаны ли водители такси предоставлять для юных пассажиров удерживающие устройства? Как оформить ДТП без участия сотрудников госавтоинспекции? Обязательно ли поворачивать направо под зеленую стрелку светофора или нет? Повторение мать учения. Правила дорожного движения в нашей студии проверит известная певица, предприниматель и блогер Варя Максима. Ну а в начале нашего выпуска предлагаем вашему вниманию обзор происшествий на дорогах нашего региона. На автомобильных дорогах республики с 24 по 30 июля зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие, где погибло 3 человека, травмировано 32, в том числе пострадало 5 несовершеннолетних. Так, 27 июля на 34-м километре Рад-Амга водитель, управляя автомобилем марки Toyota Land Cruiser 200, совершил наезд на велосипедиста, который двигался по встречной полосе движения. В результате ДТП велосипедист от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Погибший велосипедист не имел на одежде световозвращающих элементов. Цветовая гамма одежды была темного цвета. На самом велосипеде спереди и сзади отсутствовали световозвращающие элементы. Все причины и обстоятельства произошедшего ДТП выяснит следствие. 28 июля водитель, управляя автомобилем марки Toyota Pro Box, следуя по маршруту Чуропча-Якутск на 66-м километре федеральной автодороги Колыма, совершил столкновение с трактором МТЗ-82, после чего автомашину занесло на полосу встречного движения, в результате которого произошло лобовое столкновение со встречным автомобилем марки Toyota Ipsum. В результате автоаварии одна из пассажиров автомашины Toyota Ipsum от полученных травм скончалась на месте до прибытия скорой медицинской помощи. Остальных с различными травмами госпитализировали в Мегино-Кангаласскую больницу. Тракторист не пострадал. Все материалы по факту данного дорожно-транспортного происшествия также переданы следствию. 29 июля на Покровском тракте в городе Якутске водитель женщины, управляя автомашиной Toyota Belta, не предоставила преимущества автомобилю Toyota Isis и совершила с ним столкновение. В результате ДТП от травмы получил 9-летний сын виновницы аварии и сама автомобилистка. В тот же день, 29 июля, на втором километре межпоселковой автодороги Дюбся-Уссюн-Кюэль в Уссалданском районе водитель, управляя автомашиной Toyota Ipsum, не справился с рулевым управлением, совершил съезд с дороги с опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП пассажирка, находившаяся в момент аварии на переднем пассажирском сидении, получила переломы нескольких ребер. Женщина не была пристегнута ремнем безопасности, водитель транспортного средства не пострадал, в момент аварии был трезв и пристегнут ремнем безопасности. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям автотранспортных средств соблюдать безопасный скоростной режим, дистанцию и боковой интервал между транспортными средствами, воздержаться от резких перестроений из ряда в ряд и не совершать другие маневры, не убедившись в их безопасности. Водители и пассажиры транспортных средств должны быть пристегнуты ремнями безопасности. При движении на дальние расстояния водителям необходимо соблюдать режим труда и отдыха. А мы продолжаем. В России ответственность за пассажиров любого возраста и взрослых, и детей несет непосредственно водитель. Поэтому, если в такси есть дети, именно водитель должен обеспечивать их безопасность и выполнять все правила перевозки. Пункт 22.9. Правил дорожного движения регламентируют способ перевозки ребенка и правила его нахождения в автомобиле. Рассказанные далее требования распространяются на все автомобили. Водители транспортных средств, в том числе водители такси, обязаны в соответствии с пунктом 22.9 ПДД РФ при перевозке ребенка до 7 лет иметь детское удерживательное устройство. За отсутствие детского удерживательного устройства предусмотрено административное правонарушение в соответствии с статьей 12.23, ч. 3 Кодекса административного правонарушения. В пункте 3 статьи 12.23 Кодекса административных правонарушений указано, что нарушение требования к перевозке детей, установленных ПДД, влечет наложение административного штрафа на водителя в размере 3 тысяч рублей, на должностных лиц 25 тысяч рублей, на юридических 100 тысяч рублей. В примечании к этой статье поясняется, что индивидуальные предприниматели приравниваются к юрлицам. А как мы знаем, сейчас большинство водителей такси зарегистрированы именно как ИП. 100 тысяч рублей – это довольно крупный штраф, но и это еще не все. Таксисты могут также привлечь к уголовной ответственности по статье 238 «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». А санкции по этой статье, конечно, гораздо более серьезные. Штраф в размере до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 2 лет, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо принудительные работы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на тот же срок. Такое строгое наказание, разумеется, стимулирует таксистов соблюдать правила перевозки детей. А если в такси нет кресла, компания должна отказывать в услуге пассажирам с детьми. В некоторых случаях участникам ДТП не обязательно вызывать полицию. Достаточно самостоятельно оформить европротокол, чтобы получить страховую выплату. А с недавнего времени этот документ можно заполнить онлайн. Это заметно экономит время водителей, которым не придется ехать в офис страховщика. Но к процедуре заполнения нужно подходить особо внимательно. Из-за неправильно заполненного европротокола, из-за недочетов и ошибок он может стать недействительным. И тогда в страховой выплате, к сожалению, вам откажут. О том, как правильно оформить извещение о ДТП самостоятельно, нам расскажет юрист ДСААФ Ростислав Глеков. Ростислав, здравствуйте. Здравствуйте. Возможно ли оформление ДТП без сотрудников ГИБДД? Да, в последнее время это вполне стало возможно. После унесения изменений в законодательство, в связи с увеличением численности машин, водителей и так далее, участились в случае ДТП, чтобы предотвращать возникающие пробки на дорогах и так далее. Законодатель унес соответствующие изменения. И в настоящее время возможно оформление ДТП без вызова сотрудников, что действительно сокращает время оформления и, соответственно, освобождает проезжую часть. Для этого необходимо, как говорится, соответствовать нескольким критериям. То есть в ДТП попало две машины, не более, нет повреждения имущества третьих лиц, нет потерпевших в результате ДТП и определяется также суммой ущерба, которая также определяется на месте участниками ДТП. При этих условиях возможно составление так называемого европротокола, как в народе его называют. Есть какой-то предел суммы, да? Да, первоначально законодатель установил сумму в 50 тысяч рублей, потом он повысил планку до 100 тысяч рублей. И сейчас при соблюдении определенных условий страховая выплата достигает максимальной суммы до 400 тысяч рублей. То есть если все вот эти критерии выполнены и сумма страховая, ну как бы достаточно для возмещения не больше 400 тысяч рублей, то в принципе могут составить европротокол. Да, вполне можно составить европротокол. Скажите, а что возмещает страховая компания в подобных случаях, подобный ДТП? Именно возмещает причиненный ущерб имуществу, в данном случае автотранспортное средство, либо же может даже направлять с недавнего времени деньги непосредственно в мастерскую, минуя владельца автотранспортного средства, на сумму причиненного ущерба. И мастерская уже за счет возмещения страховой вот этой выплаты производит ремонт автомобиля. Как правильно оформить европротокол при дорожно-транспортном происшествии? Ну в принципе там все прописано непосредственно, просто необходимо следовать инструкции, которая имеется. Европротокол выдается обычно сразу при оформлении полисов ОСАГО, страховой компании, и он обычно имеется у водителя. Если же не имеется, то можете позвонить кому-то знакомому, чтобы подвезли и так далее. Опять же, вы упомянули, что с недавнего времени можно это сделать все онлайн, поэтому в данном случае вопросов не возникает. Программное обеспечение, которое непосредственно разработано для оформления европротокола, там тоже есть инструкция, и она пошагово определяет, что должны сделать водители. То есть для заполнения европротокола онлайн достаточно просто иметь смартфон и зайти, а куда заходить? Соответственно, да, смартфон и иметь соответствующее приложение. Значит, это либо ОСАГО-помощник, либо программа, разработанная Российской ассоциацией страховщиков. В принципе, при наличии данных программ можно это все сделать спокойно со смартфоном. То есть не требуется бумажная копия. Что нужно сделать, чтобы воспользоваться повышенной выплатой по европротоколу? Здесь необходимо произвести фото-видео фиксацию с возможностью программного обеспечения по передаче данных, которые исключают внесение изменений при передаче данных, в том числе с использованием системы ГЛОНАСС. В принципе, это все программа предусмотрена. И опять же, необходимо учесть, что при составлении онлайн необходимо, чтобы один из водителей был зарегистрирован на госуслугах и имел подтвержденную, как говорится, учетную запись. Тогда вполне возможно воспользоваться данной программой. А могут ли возникнуть сложности с передачей данных о ДТП в автоматизированную информационную систему обязательного страхования? Если да, то какие? Безусловно. Все-таки это техника. Иногда происходят сбои. Передача данных идет некорректно, либо передается не в полном объеме. Поэтому в любом случае необходимо при оформлении через приложение все-таки дополнительно производить фото-видео фиксацию места происшествия, чтобы в дальнейшем, если вдруг при передаче данных что-то пойдет не так, можно было уже дополнительными документами подтверждать ситуацию, которая возникла на месте происшествия. Что нужно делать, если у участников ДТП есть разногласия по поводу виновника происшествия или ущерба? В целом в такой ситуации тоже можно оформлять европротокол, но в данном случае законодатель сразу ограничивает страховую выплату до 100 тысяч рублей. То есть даже при наличии фото-видео фиксации, при передаче онлайн и так далее, с использованием всех этих средств, страховая выплата не будет превышать 100 тысяч рублей. Кто должен сообщить страховой о дорожно-транспортном происшествии? В данном случае по законодательству, по закону о страховании оповещать своего страхователя должен как и виновник, так и потерпевшая сторона. То есть оба водителя, они являются участниками дорожного движения, правила распространяются на них на обоих одинаково. Какие ошибки чаще всего допускают водители при оформлении европротокола? Может есть какие-то базовые, чтобы можно было их избежать? Есть ошибки, в частности это неправильная фиксация происшествия, отражение в протоколе, отсутствие привязки происшествия к месту, неправильное заполнение полей, то есть отклонение от инструкции, о которой я говорил, либо не заполнение полей, потому что они все должны быть заполнены. Ну и вплоть до того, что доходит, что просто банально забывают подписывать европротокол, там обязательно наличие двух подписей. Спасибо большое. Я хотел пожелать нашим зрителям, чтобы вы не сталкивались с заполнением европротокола. Напоминаю, что в гостях у нас был Ростислав Глеков, юрист ДОСАВ. Спасибо большое. Спасибо. А мы продолжаем. И сейчас отправимся с вами на пересечение улиц Кулаковского и Чернышевского. Попытаемся разобраться еще в одной неоднозначной на первый взгляд ситуации. Можно ли не поворачивать на зеленый сигнал стрелки, если вам нужно ехать прямо? Подробности в нашем следующем сюжете. Пересечение улиц Кулаковского и Чернышевского – это то место, где, на наш взгляд, можно довольно часто услышать звуковые сигналы автомобилей. И здесь это проявляется скорее как недовольство. Хотя по правилам дорожного движения подавать звуковой сигнал разрешено только в редких случаях. Подача звукового сигнала светофора запрещена Кодексом адресативных правонарушений, если это не касается предотвращения дорожно-транспортного происшествия. За данные деяния предусмотрена ответственность по статье 12.20 Кодекса адресативных правонарушений. То есть предусматривается письменное предупреждение, либо штраф 500 рублей. Итак, можно ли находиться здесь на крайней правой полосе, если ты не поворачиваешь направо? Все оказалось довольно просто. Если на перекрестке и перед ним есть знаки и разметка, то нужно следовать их требованиям. Если знаками и разметкой из вашей полосы разрешен только поворот, то вы обязаны не создавать остальным помех для движения и выполнить поворот в соответствии с требованием знаков и светофора. А в нашем случае... Если машина движется по правой полосе и загорается запрещающий сигнал светофора, водитель обязан остановиться. Несмотря на то, что горит дополнительная секция зеленого поворота. Так что, прежде чем проявлять недовольство и торопливость, наберитесь терпения и подождите несколько секунд, когда тронется вся колонна на крайней правой полосе. Участники дорожного движения, которые под напряжением других участников уступают и пересекают стоп-линию на запрещающий сигнал светофора, также могут вести административную ответственность по части 2 статьи 12.12 Кодекса административного правонарушения. В данной статье предусмотрен наказание штраф 800 рублей. С удовольствием хочу приступить к любимой многими нашими телезрителями рубрики, где известные люди нашего города, горожане, проверяют свои знания правил дорожного движения. Наш тест по традиции состоит из 10 вопросов. И сегодня на них ответит известная певица, предприниматель и блогер Варя Максима. Варя, привет. Привет, Руслан. Ну, у нас традиционный вопрос всем участникам. Какой у тебя водительский стаж? Так, я получила права в 2004 году, значит, это 19 лет. 19 лет. В следующем году оказывается юбилея. Да. Будешь праздновать. Ну, наверное. Хорошо, ну, желаем тебе удачи. У нас все вопросы будут проецироваться на экране, и их всего 10. Итак, начнем. Первый вопрос. Водитель случайно проехал перекресток. Разрешено ли ему в этой ситуации использовать задний ход, чтобы затем продолжить движение налево? Варианты ответов разрешено. Разрешено, если при этом не будут созданы помехи для других участников дорожного движения. И третий вариант запрещено. Ну, я думаю, что вариант 3 запрещено, потому что, ну, обычно так никто не делает, кажется. То есть ты выбираешь? Да. Третий вариант. Третий вариант запрещено. Хорошо, принято. Следующий вопрос. Можно ли вам выполнить обгон? Варианты ответов можно. Второй вариант. Можно, если скорость грузового автомобиля менее 30 км в час. И третий вариант. Нельзя. Там нет сплошной, да. В принципе, как бы по логике можно обгонять, но я думаю, что там поворот, это будет опасно, поэтому, наверное, скорее всего, нельзя. Туда вариант номер? Номер 3. Номер 3. Принято. Следующий вопрос. Разрешена ли остановка в этом месте? Варианты ответов. Первый. Разрешена. Второе. Разрешена, если расстояние между транспортным средством и сплошной линией разметки не менее 3 метров. И третий вариант. Запрещено. Я думаю, что нельзя, потому что, ну, там пешеходный переход же, поэтому, да. Это будет помеха для пешеходов. То есть они могут не увидеть движущуюся машину, а машина может не увидеть пешехода. То есть вариант номер 3. Номер 3. Запрещено. Принято. Следующий вопрос. По какой траектории вам разрешено выполнить поворот направо? Варианты ответов. Только А. Только по Б. И по любой из указанных. Поворот справа только на правую полосу. То есть получается вариант А. Только по А. Первый вариант. Угу. С правой полосы поворот только на правую. Принято. Это я точно знаю. Вы намерены продолжить движение прямо. При желтом мигающем сигнале светофора следует. Варианты ответов. Проехать перекресток первым. Уступить дорогу только грузовому автомобилю. Уступить дорогу только трамваю. И уступить дорогу обоим транспортным средствам. Тут главная дорога. То есть получается я могу сразу прямо проехать никого не пропуская. А у них это уже не главная дорога. То есть это вариант. Проехать перекресток первым. Вариант номер один. Вам разрешено выполнить разворот. Варианты ответов только по траектории А. Только по траектории Б. По любой траектории из указанных. Здесь знак круговой. Соответственно только по траектории Б. Нужно будет объехать. Самая моя нелюбимая тема. Второй вариант. Хорошо. Принято. Следующий вопрос. Вам разрешено движение. Варианты ответов только в направлении А. В направлениях А и Б. В любом направлении из указанных. С правой полосы нужно поворачивать направо. То есть на правую полосу. Вариант номер один. Ага. Первый вариант. Принято. Ситуация, в которой водитель транспортного средства, движущегося по правой полосе, обязан уступить дорогу при перестроении. Показано. Варианты ответов на левом рисунке, на правом рисунке, на обоих рисунках. То есть, ну и как бы в обоих случаях, в принципе, может быть, он должен уступить. Ну, то есть, должен ли водитель правой машины пропустить вперед? Ну, давайте третий вариант, пускай будет. На обоих рисунках. Ага. Принято. Вариант номер три. На обоих рисунках. Разрешено ли водителю легкового автомобиля движение задним ходом для посадки пассажира? Вариант ответов разрешено. Второй вариант. Разрешено, если при этом не будут созданы помехи маршрутным транспортным средством. И третий вариант. Запрещено. Ну, я считаю, что нет, потому что это все-таки остановка, и если прям там такая разметка, то она что-то означает. То есть, я выбираю, что запрещено. Третий вариант. Принято. Запрещено. Последний вопрос. В данной ситуации для того, чтобы продолжить движение в прямом направлении, вы имеете право, варианты ответов, объехать грузовой автомобиль справа, продолжить движение только после того, как грузовой автомобиль выполнит поворот налево, выполнить любое из перечисленных действий. Ну, я думаю, тоже здесь вариант третий. То есть, он может проехать, обогнуть его справа или подождать пока. Если машины тут вправо в ряду едут, то, естественно, он должен подождать, пока этот проедет туда налево, да? Ну, как бы, наверное, вариант три все-таки. В Якутске бы так сделали. Ну, я уже только в Якутске ездила, поэтому... Вы убираешь номер три? Да, убираю номер три. Спасибо большое. Ну что, Варя ответила на все, на 10 вопросов. Проверит результаты преподаватель учебного центра «Фаворит» Наталья Ленских. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Здравствуйте, Варя. Здравствуйте, Наталья. Вы ответили на 10 экзаменационных вопросов. Первый вопрос был. Водитель случайно проехал перекресток. Разрешено ли ему в этой ситуации использовать задний ход, чтобы затем продолжить движение налево? Вы выбрали третий вариант ответа «Запрещено». Это абсолютно правильный ответ. Движение на перекрестке задним ходом запрещено. Можно ли вам выполнить обгон? Несмотря на то, что разметки тут нет, которая запрещала бы обгон, но у нас крутой поворот. То есть ограниченная видимость. Соответственно, на данном участке дороги обгон будет запрещен. Вы дали правильный ответ. Разрешена ли остановка в этом месте? Как вы правильно заметили, у нас здесь пешеходный переход. От пешеходного перехода нужно отступить 5 метров. Вы дали правильный ответ. По какой траектории вам разрешено выполнить повороты направо? И также вы дали правильный ответ. Действительно, направо нужно поворачивать, как можно ближе к правому краю проезжей части. Вы намерены продолжить движение прямо при желтом мигающем сигнале светофора? Действительно, у нас главная дорога. Вы дали правильный ответ. Можно проехать перекресток 1. Вам разрешено выполнить разворот? Конечно, по траектории B. Это был правильный ответ. Вам разрешено движение? При таком сигнале регулировщика вы можете двигаться только направо. Это был правильный ответ. Ситуация, в которой водитель транспортного средства, движущегося по правой полосе, обязан уступить дорогу при перестроении, показана. Здесь вы очень долго сомневались. На левом рисунке водитель, который двигается по правой полосе, перестраивается, и, соответственно, он должен уступить дорогу тому, кто находится в левой полосе. А вот на правом рисунке они перестраиваются одновременно. В данной ситуации они должны смотреть на помеху справа. При одновременном перестроении смотрят на помеху справа. Правильный ответ был на левом рисунке. Вы ошиблись. Разрешено ли водителю легкового автомобиля движение задним ходом для посадки пассажира? Вы дали правильный ответ, но очень долго сомневались. Данная разметка, Варя, действительно говорит нам о том, что это автобусная остановка. Движение задним ходом не запрещено на дорогах общего пользования. Вы можете ездить задним ходом, но, естественно, при условии, что это не создаст помех другим участникам дорожного движения. Но есть места, в которых запрещено движение задним ходом, и это, конечно, автобусная остановка. Ответ был правильный. В данной ситуации для того, чтобы продолжить движение в прямом направлении, вы имеете право, и также вы дали правильный ответ, выполнить любое из перечисленных действий. Варя, вы ответили на 10 экзаменационных вопросов, и на 9 вы ответили правильно. Это хорошее знание, но, тем не менее, я рекомендую вам и всем участникам дорожного движения регулярно повторять правила дорожного движения. Спасибо. Вот и подошла к концу наша телепередача. Дорогие телезрители, берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения, и до новых встреч в эфире. Этот мир состоит из пешеходов, из машин, из шоферов, и, конечно, из дорог. Чтобы все в этом мире жили дружно, непременно всем нам дружно. Жить по правилам, дружок, соблюдайте их, друзья, соблюдайте их, нам без них никак нельзя, никак нельзя. Пешеходы и шоферы, правила дорожного движения. Пешеходы и шоферы, правила дорожного движения. Светофор, нам мигнет зеленым глазом, и замрут машины сразу, и пойдем мы на урок. Красный свет, красный свет, надо вам не торопиться, надо всем остановиться, это правила дорог. Соблюдайте их, друзья, соблюдайте, нам без них никак нельзя, никак нельзя. Пешеходы и шоферы, правила дорожного движения. Пешеходы и шоферы, правила дорожного движения.